ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, мы продали ГТР и купили новую тачку. Она мощнее, выше, сильнее. Это просто пушка. Что скажешь? Это мечта. Всех командистов мира. Встречайте! Почти, Жень! Это наш водитель. Красава, Жень! Да там уже встречать нечего, блядь. Ха-ха-ха. Встречайте! Если вы думаете, что у нас ведро очередное, не совсем так. Пойдёмте, я вам её покажу. Вот она! Ты правда думаешь, что можно разбогатеть, следуя правилам? Вот, клянусь, понял? Аж плакать хочется. Недолго мы были на ГТРе. Короче, приехал чувак забирать его. Ну, чё так неохота его отдавать, да? Но нужно двигаться дальше, как бы это банально не звучало. Бля! Поехали, ладно. Просто парень пришёл с бабками. Говорит, я на капотке, да? Говорит, мне чё кататься, я катался. Не, ну заебись. А я думаю, наклейка не плохая, да? Будешь отклеивать? Хочешь, чтобы я оставлю? Да, хочу, чтобы я оставил. Обещаю. Обещаю. Приехал покупатель ГТР, который просто его берёт и всё, даже несмотря. Оторвал от сердца у психопата ГТР 2,2 миллиона в проекте. Мы будем называть тебя «Быстрый старт». «Быстрый старт». Холодный запуск. Ты даже на ней не проехался купил. Ну да. Ну, классно. В общем, короче, Рус предложил идею, что субу надо делать, и поэтому мы в бюджет присуним 2,100, а сотку, вот, ему надо машину делать, короче. Короче, субу сейчас в покраске, я её активно занимаюсь, она будет соской, она это заслуживает, поэтому... И, короче, он оторвал чай, он оторвал, он оторвал часть от ГТРа. Фару, наверное, кусочек. Мы могли ничего не вкладывать, мы могли с нуля начать. Мы вложили, чтобы были бабки, чтобы мы дальше к чему-то шли. Новая, бомбезная идея. Знаете, чем будут заниматься психи? У психов будет своя свалка. Это будет авторазборка, автосборка, может быть. Пойдём, братан. Я понял, что никто не понимает, что это такое. Это будет авторазборка, металлоприёмка, металлопозим на переработку, какие-то деревья можем перевезти. Я смотрел сейчас видосы Ютуба, он и деревья, он всё что угодно. Да он может, спасибо, ну можем. Перечти, короче, всё что угодно. Какие деревья, куда звонить, Руслан, иди, пожалуйста. Пять, 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 ноль. Ребята, вручь, чтобы на датарском ты это всё озвучил, потому что, ну, непонятно. Непонятно. Бес, а ща бес. Разборка, на. Короче, есть ли коробка, это будет авторазборка, металлоприёмка и продажа тач. На всё это будет подано, знаешь, вот так вот, вот, с щепоточкой харизмы. А переплавка будет сразу же? Переплавлять тоже будем, прям в кузове разведём костёр, переплавлять, металлоприем. Короче, парни. Я верю, что на этом можно заработать миллион долларов. Это тебе не стартап. Я занимаюсь этим не за деньги, а ради высшей цели. Это не бизнес ради денег, это бизнес ради трэша, ради угаров, ради вот этой большой неведомой херни, которую мы променяли на ГТР. Вот для исполнения мечты Руслана, потому что он всю жизнь мечтал, ездит на КамАЗе. Вот всё делается для этого. Просто занимаемся тем, чем в кайф. И мы, знаешь, мы просто такие, ну, ГТР окей. Мы одеваемся опять в грязные и херачим заново. Ну, братья, за всё, что мы делаем, мы отвечаем тоже вместе. Спасибо, что поддержали. Да! Да! Красаврус! Самая крутая свалка в Москве! Да! В мире, братан! Так как у нас будет своя авторазборка, мы взяли первую тачку в разбор. Встречайте! Девятка! Что в ней ценного? Ну, знаешь, ценно то, что она есть. Двери гнивые, вся машина гнивая. Короче, давай так, колеса, салон, подвеска, мотор, коробка. Всё. А это пойдёт в разбор? Это машина первая, которая пойдёт в разбор. Не, ну прикинь, это сейчас девятка, а в дальнейшем, там, допустим, какие-нибудь крутые, эксклюзивные, там, америкосы большие. Будут такое? Я так и хочу, что всё было, типа, антуражно. Не, знаешь, на самом деле, эту машину я нашёл за 3500, и какие-то американские машины, они тоже будут вот так вот. Короче, давай так, я купил её за 3500, мы купили её за 3500, и я потратил на покупку и поиск этой машины минут, наверное, ну, типа, 5-10. Дома сидел, получаю, выставил параметры на дроме, до 10000 рублей, Москва плюс 200 километров, и в один момент просто стрельнул. Поехал, забрал. Давай найдём ещё одну тачку. В разбор. Или на металл. Давай. Я поставил интересующий нас параметр, это Subaru до 150 тысяч рублей, потому что у нас бюджет таков, и Москва плюс 200 км, то есть дальше, чем 200 километров, мы не поедем. Смотрите, лайфхак. Чтобы, чтобы не сидеть постоянно на дроме, не чекать новые объявления, я что делал, я нажимаю подписаться, я нажимаю подписаться, подписка успешно сохранена. Что это значит? Я выставил параметры, и машины, которые будут выкладывать люди по моим параметрам, они у меня будут автоматически выскакивать, и самое прикольное, что я могу пить чай, и у меня приходит, прилетает от дрома, пуш-уведомление, что вот, по твоим параметрам есть тачка. Таким способом вы находите максимально быстрые и выгодные предложения, причем вам для этого только нужно один раз задать параметры, нажать подписаться, и дром сам предложит вам ваши варианты. Позвоните, договоритесь о встрече, позвонили, купили, очень удобно. Ты же понимаешь, что сейчас нам на свалку просто тонна машин нужна будет. Звучит, как будто бы у нас крутой автосалон. Скачивайте приложение дром по нашей ссылке в описании, ищите годные варианты, по вашему мнению, вот что нам подойдет на свалку. Называй это не свалка. Да, джанк, как слово забыл. Джанк-яр. Джанк-яр, английский плохо у меня была. Если вы считаете, что вот, вы, короче, ищите тачки, если вы считаете, что вот тачка прикольная, вот на свалку нам, я не знаю, в разбор или на металл, присылайте нам максимально, на ваш взгляд, выгодные и крутые варианты. Будем заниматься металлом вместе. Да сколько можно? Да когда вы покажете, как вы купили этот КамАЗ? Мы приехали сюда, и то, что здесь происходит, мы хотим реализовать у себя. Георгий называем Гоча, он сказал, что мы отморожены. Почему? Потому что не все так просто в этой жизни. Работаем! В силу своего возраста у вас, понимаешь, у вас вот это вот еще такое рвение, да, максимализм. Надо все по-быстрому, все шустренько сделать. Как думаешь, получится? Ну, в тело. Но, глядя на вас, у вас большой потенциал. Вы пробьете непроламывающие стены, непробиваемые стены просто, бетонные. Да, вот эта непробиваемая стена, которая хочет за КамАЗ, миллион 250, блядь, а мы хотим миллион. Не, ну хотеть-то не вредно, как бы. Грейфер держит листы на крыше. Если мы сейчас уберем грейфер, то листы могут упасть. Я перед этим посмотрел видосы уже, на этот раз заряжено полностью. Сначала надо вообще ВИН-номер посмотреть, все сверить. А потом уже масло, фигасло и запускать. А потом мы уже с тобой огонь и вот это, ну ты понял. Я один раз КамАЗ чуть не жег. Бля, горим, Рус! Пизда, горим! Я насмотрел все видосы, куда сначала прежде чем запускать, куда лезть. Чтоб, блядь, не было таких моментов, чтобы он почек весь, как приехали. Короче, мотор в этот раз турбовый, тоже V-образный, КамАЗовский. Я так говорю, когда мы Субру покупали. Но что-то пошло не так. Единственное, что, коробку забыл спросить делителем или нет. Ну, в принципе, делитель повышенная, пониженная, красная, нельзя. Сейчас я вам расскажу, там еще много кнопочек нажать, чтобы это все включить, понимаешь. Я говорил, когда БУГАТЕР, моя мечта исполнилась, сейчас исполняется мечта Руслана. А реально, ты видишь, как он реально горит? Вот он у него запросто. Тут даже не нужен огонь. Запустился он у меня гадлечен. Знаешь, брат, скоро мы будем этим дышать постоянно. Это будет наш кислород. Раз, два, три, четыре контура тормозов. Будет, конечно, доход идти, ну, блин. Ну, 500 будет, реально 500. В месяц? Да. Думаю, да, с моряским объемом можно в реально. Хоть что-то за сегодня меня смотивировало. Почему у меня немного плохие новости? Где? Рама варена. Варена? Да. Рама варена. Рама варена. Да. Покажи прям, сколько. Самое дорогое это рама. Ну, хорошо, но есть риск того, что... Хвост просто... Да, но если мы его усилим, проблема решается. Сколько усилий? Альтернативы вот этой машине пока нету вообще. За полтора стоят вообще ведра ужасные. Просто кривые. А так, честно, вот этот КамАЗ мне понравился, я бы сейчас уже сейчас на нем поехал. А он еще был в детстве, не, ну, Рус, ну, углубился, это неплохо. У нас задача стоит сейчас. Деньги от продажи этой машины, да? Использовать первоначальный взнос для приобретения еще одного нового в лизинге. То есть вот и все. Потому что у нас есть понимание, что мы будем делать завтра, что мы будем делать послезавтра. У нас тоже есть понимание. И та сумма, которая, допустим, там сейчас уже выложена изначально была, миллион триста девяносто, по-моему, да? Вот. И окончательная, которая уже, сейчас я с отцом разговаривал, он уже подтвердил мне сумму в один и два. Ниже которой, то есть он говорит, это такая психологическая отметка, ниже которой, то есть, ну, смысла вообще нам его продавать просто нет. То есть раму варили не мы. То есть я, потому что это бы я точно знал, если бы мы что-то делали. Соответственно, я предполагаю, что мы его таким взяли уже. Я посмотрю, что они будут делать. Ломовоз в проекте за миллион двести, бинко. Ваня, где ты взял шоколадку? Моих партнеров. Это Илья. Это Гоча. Мы вместе двигаемся по металлу. Меня не надо снимать вообще, я тут нет. Наш бухгалтер, я в офисе, вот в офисе у наших партнеров в какой кабине. Да, давай, там уже чай остывает, по бизнесу общаемся. Слушай, ну у вас какая-то площадка есть, где вы газируете за счет аренды выйти? У вас вообще ползбучили. Где машина вообще будет стоять? Тут на какой-то стоянке, там за 300 рублей в сутки. Ну, у нас есть там 3-4 варианта. Мы просто выбираем из множества вариантов. Ну что, дают они? На собственности у меня одного руса. Давай, сейчас, у нас идет человек, который с этим документом. Вот, наш партнер. Здрасте. Сужен, женщина спортивная. Говорят, деньги-то у них есть, милая. Не обижайтесь, джентльмены, но очевидно, вам эти машины не по карману. Что, у нас по контракту? А, в процессе все? Тут у нас тоже сотрудники сидят. Да, тут у нас тоже. Ты куда пошел? Я этот, чай попить? Пойдем, братан, у нас там. Смотри, чай здесь, а Наталёка здесь, пострадим там можно. Можно, да, побить? Чай можно пить? Илья, где мой пистолет? Тут сахар опять проблема. А у меня еще покушать. Варенье нету? Мы тебя не напрягаем, нет? Вкусный чай. Все когда-то начинаем, сейчас запартнеримся. О, ежевика. Орех, ежевика. Тепер свое, ну то и то нормальное. Ежевика, можно? Это у меня друзья армяне, короче говоря, с Ереваном. А, не-не, ну да, бери это, ореховое я бы не ел, невкусное. Вот, хорошие, да. Нет, орех вкусное варенье. Ежевика. Этот, ложку можно взять? Как я стрелять просто? Там, справа, дверь. Пойдет? Бери побольше, ложка. Отлично. Ореховое, что ты говорил, бери. Большую? Да. Ты не татарин? 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 Это вторая фраза сегодня, который меня убил. Родственные души, да, сразу? Не помешать чуть-чуть? Конечно. Не надо что-то. Ты будешь куда просрочку вливать? Да. Рус. Рус. Я отвлекаю. Ну, это мы вот в 2000, напомню, в 2016 году вот взяли. Взяли звезду качества. У нас в чем? У нас в чемпэ. Сына, что будет делать, если Ютуба не будет? Что, что, и раньше? Да ничего, то есть. Мотор весь в масле, там, блин, что-то... Почему мотор тут масляный? Так это же КАМАЗ. Подожди. Нет, это не объяснили. Это не объяснили. Я уже говорил сегодня, нет. Затопил друга, просто. Да, да. Нет, с душком там все нормально, вообще без проблем. Сидим, чем вы собираетесь заниматься, пацаны? Подожди, коллега. Мы что будем делать? Короче, у нас будет авторасборка. Да где она у вас будет? Я так и не понял. Ну, там есть пару мест, мы вот определиться не можем. Там либо гектар, либо... Подъезда, около Русика, подъезда, да, или у какого-то... Помнишь, как мы начинали проект «Коплю на Феррари»? У нас была за 20 тысяч Королла, и все просто ржали, что мы копим на Феррари. Помнишь? Вот сейчас даже самое ощущаю, когда говорят, у вас есть деньги. На чистоту, у нас сейчас нет ничего, но у нас все будет. Вот это, скажите, у вас почти КАМАЗ есть. Когда? Напишите тогда ваш WhatsApp, откуда, куда, все, все, возможно. Почитаем. Хорошо? Это «Святая вода»? Спир! Ты чувствуешь, как запахло? Да. Вот. Жизнь, ёпта. Спир! Бойся Москвы! В данный момент! Что, ёбни, мужики? И то же самое, да? Это было по-московски, а это по-каушски. Сколько литров? А, 10. Смотри, какой набалдажник. 10-12 литров. Смотри, какой набалдажник. Так у меня просто. А можно на ней прокатиться. Устроить тест-драйв. Прости, мы не практикуем тест-драйвы. Смотри, какой набалдажник. Искры летят. А всё холодно, всё нормально. Вот здесь, вот как будто вот здесь. Все приборы потухли, зажигание, атакометр, всё упало. Надо посмотреть, где контакт. А, врача пришёл контакт, да? Походу, да. Есть кто-нибудь, кто в КамАЗах разбирается? Я пока залез сюда, потому что тут, смотрите, тут полный кавардак. Надо с этим обязательно разговариваться. Это коммутатор, да? Это преобразователь с 24 в 12, чтобы он взлетал и приближал. Вот, в общем, я вот так вот рукой пошевелил и всё заработало. То есть тут где-то контакт моросит. Надо с этим будет срочно разбираться. Всё, поехали, пока едем. С Богом. Нездоровая херня, да? Главное, что не масло, братик. Блин, ну, пацаны, это пиздец. До Москвы порядка 200 километров. Я сейчас реально расплачусь. Я просто кайфую от КамАЗа. Это просто пипец. Эмоции переполняет. В отличие от того старого КамАЗа, это просто небо и земля. Там далеко-далеко есть земля. Там снег. Там столько снега, что если бы я там не был сам, я бы не поверил, что бывает столько снега. Я сейчас слов не помню. Ай-яй-яй, это любовь. Ну ты даёшь. Мне мама купила игрушку КамАЗ. У него большой кузов, колёса. Стану большим, покатаю я нас. И поедем мы вдвоём вдоль утёса. Я горновщик. У меня всего трясёт. Почему? Пиздай, хайри. А знаете, с чего я офигел? Что он жрёт 40 литров на 100 километров. Он ест больше, чем ГТА. Кому нравится КамАЗ? Каждому третьему нравится КамАЗ. Рус, почему у тебя нога торжит? Эйфория какая-то. Вот реально, не могу его успокоить. От чего, от КамАЗа? Да, декольно. Влогеры поднимаются, они покупают Гуччи. Какие ещё бренды знаешь? Рус, один известный бренд одежды такой. Какой рынок? Какой рынок, любой дорогой бренд. Мы кроме Гуччи нихуя не знаем. Короче, даже если бы были бабки на Гуччи, нам это нахуй не нужно. Всё почему? Потому что мы выбрали бизнес. Да, брат. Бизнес. Вчера мы машину загрузили, потом мы подумали, а нужно как-то по компакте утрамбовать, чем я и буду заниматься. Правый рычаг данного агрегата опустит или поднимет вверх всю установку. Видишь? Вверх, вниз, и машина уже напряглась в этот момент. Левый рычаг. Ходит только... Так, Руслана не хватает по-научшему сказать. О, привет. Ходит только этот, горбатая стрела. Короче, ходит вроде Грейсера. Значит, вот эта штука влево-вправо. Это называется дрон. Ну и что, ничего не понятно? Не понял ничего? Да. Птичка, братан, в клетке. Начинаем концепт. Я, короче, хотел на бок поставить, видел? Но не получилось пока что. Первая погрузка! Это же динозавр! Инопланетный динозавр! Этого не было в объявлении! Как ваш бизнес? Хуена, как ваш? Я думаю, что вы психопаты, вы справитесь. Это как раз ваш контент. Жень, мы же все правильно делаем. Это второй день. Вы не делаете, да зачем это делаете? Вадима, Вадима, не надо, скоро высоту будет опасно. Вы что гоните, Вадима? Ваня подхожу, говорю, давай я тебя прокачу 5 литров. Говорю, обосрешься, как разгоняется. Он такой, давай я тебя прокачу, говорит, сейчас обосрешься точно. Эй, забейся в нору и подумай о том, что ты сделал. Жень, Жень, мы пошутили. Мы не будем брать банки. Ваня, блядь, Ваня, я паскался. Блядь, ты чё-то проебал? Блядь, что за дикт? Я знаю, зачем они ее купили, чтобы так развлекаться. В натуре психи, блядь. Сколько машин вы погрузили относительно людей? Потому что людей больше уже погрузили туда, да? Одного Русса и одну машину. Сегодня еще вот эту погрузим. Погрузить ее так, чтобы не сильно смять. Да. За колесо. Или за глушитель. Мне кажется, не повредив качку, это нереально. Парни, не узнаем, пока не попробуем. Стойте, строй, порядок это отстой. Груши, ломай, тряси башкою пустой. Мы будем звать его Кракен. Выпускай Кракена. Не ешь машины. Слышишь, не ешь машины. Пацаны, девятка, ехт. Как это мог? Друзья, это было просто охрененно. На чего положено, у нас есть своя металловозка. Две тачки, одна на разбор, другая на металл. Но там по второй машине спорная ситуация, поэтому решим. Нам нужна территория. Да. В следующей серии, друзья. Мы сейчас ищем, и надеюсь, в следующей серии вы увидите, как мы найдем территорию. Там будем все обустраивать. Эти тачки сгрузим. Просто прикиньте, груда металла, атмосферные тачки. Просто джанк-ярд. В России. И не забывайте, пожалуйста, скачивать дром по ссылке в описании. И предлагайте датчики, предлагайте варианты, пацаны. Тонны металлов предлагайте. И не забывайте ставьте лайки и пишите комментарии. Ждем вариантов. Слышишь, это просто ожидание реальность. Металл, говорит, будем заниматься. Землю собирать. Джаг-ярд, брат. Мы на джаг-ярд. Пары всегда должны быть чистыми. Нашу ласточку.